Ну что ж, уважаемые дамы и господа, а мы продолжаем, и наш следующий матч является отборочным матчем в рамках командного турнира независимой генерации РСКТ 2015 года. Итак, дорогие друзья, еще один матч сейчас мы с вами увидим, и как вы слышали, это командный матч двое-надвое в рамках нашего командного турнира на ваших экранах МИК ЧУИ. Двухкратный чемпион НФР в легком весе, второй раз он чемпионом стал буквально в декабре прошлого года, тогда пояс легковесного чемпиона был вакантным, из-за того, что Михаил Вахнеев его сдал, из-за того, что ему необходимо было залечить все его травмы, полученные за те много-много лет, что он выступает на ринге независимой федерации рестлинга. Поэтому вот Михаил Вахнеев у нас снова ринг-анонсер, а НИК ЧУИ в том четырехстороннем матче стал победителем и теперь по праву носит, в очередной раз по праву носит пояс чемпиона независимой генерации рестлинга в легком весе. Вся этого сегодняшний напарни наш веселый и неунывающий ирландец Серж Салливан. Серж Салливан недавно очень хорошую, очень важную стаковую победу для себя одержал, наконец-то он расправился с ненавистным МИКом Бандерасом, да еще как расправился. Побрил того Налоса практически. Был у него, вы помните, матч Маска против Волоса и Серж Салливан держал победу, после чего МИКа Бандерас. А вот вы слышите, зрители кричат его парикмахер. Да, и ЧУИ вспоминает то, как это все было. Да, и вот с тех пор он по-прежнему носит маску, а МИКа Бандерас остался без своей прекрасной шевелюры. И оппоненты, их сегодняшние оппоненты в рамках командного турнира НФР, Тим и Лео, команда Надежда Америки. Тим и Лео, я не сомневаюсь, уходят на этот матч в прекрасном настроении, потому что свершилось то, о чем они так давно мечтали. Команда Советы, команда Партия была уволена Михаилом Никитиным из независимой федерации РС. И, собственно, чего они добивались, но не смогли сделать сами, они все-таки этого дождались. Знаете, как в своем древнем китайском выпуске? Про сидеть на берегу реки и ждать, пока пронует труп твоего врага. Кроме того, они теперь выходят не одни, с ними теперь есть их бессменный менеджер Ричард Теодор Моун. Вот так вот зовут этого парня. Ну а пока тактико-технические характеристики наших сегодняшних бойцов. Действующий чемпион независимой генерации РС в легком весе, Ник Чури. Геннадоборник, рост 183 сантиметра, вес 90 килограмм. Из Шатландии это Серж Салливан! Да, да, Михаил Махниев, конечно, ошибся, он из Ирландии. Серж Салливан у нас из Ирландии. Дорогие друзья, с кем не бывает. Встречайте их аппоненты в сопровождении Ричарда Теодора Моуна. Первый, рост 170 сантиметров, вес 70 килограмм. Тим! И его напорник. Рост 185 сантиметров, вес 77 килограмм. Лево и вместе они команда Надежда Меричи. Ну что ж, все представлены. Так, кто начнет этот матч? Напоминаю, что это отборочный матч в рамках командного турнира НФР. Победитель, соответственно, проходит дальше. Проигравший прекращает свое участие в турнире. Так, Ник Чуи. Ник Чуи против Тима. Тима. Блокап. Нет, упирается. Упирается. Тим не дает Чуи провести бросок. Снова реверс. Снепмэр. И промах. Попытка сворачивания. Нет, решил просто перебросить Чуи. Решил даже не сворачивать. Вы слышите Ричард Теодор Моун во все горло орет, подсказывая своим подопечным. Выход на хедлок. Реверс. Теперь уже хедлок от Ника Чуи. Так, принялся Ник Чуи за левую руку. И отличный бросок, но реверс Армрингер. Так. Вот так вот, ногой с разворота в живот. Разбег. Попытка 9-ти. Нет. Реверсирует Ник Чуи. Сразу же его подхватывает. Запуск. Обратный локоть. Нет. Отличнейшие дробки. Все-таки срубил, срубил Тим Ника Чуи. Непонятно, правда, что он ждет. Ну вот. Непонятно, опять же, чего он ждал. Потому что в бой вступает Салливан против Ле... О, отличный немецкий суплекс. Так, бой продолжается. Запуск. Ну что ж, бой проходит на хороших скоростях, что не может не радовать. Хотя... Ох, боковые ножницы! Все! Неужели все? Раз! Нет. Ну сейчас вырвался, наверное, даже сколько из-за боли. Несколько из-за того, что он сознательно это делал. Лео. Потому что уж очень там ножницы просто прилетели четко. Обоюдный клоуз-лайн в углу. Промах! Вот это да! Локтем в прыжке с разворота. Ай да Салливан. Раз, два. Нет. Но Салливан уже был близок. Приятно, на самом деле, видеть, что рестлеры, независимые федерации рестлинга, постоянно совершенствуют свой рестлинг-скилл. Вот это да! Посмотрите, а ведь в Серже Салливане рост 183 сантиметра, может, 185 сантиметров, где-то вот так вот, 183-185. И вот так вот, сходу ему по стоячему лэгдроп провел. Точнее, выход на лэгдроп сделал. Лео. Такой даже обратный феймусер. И командная работа! Закрученный шинный брейкер! Дробки хох! В ребра даже пяткой сейчас прилетел. Лео Салливану, но нет, Лео вырывается. Где-то Тим. Удерживал Тим. Я их периодически путаю. Салливану уже на ногах. Реверс локтем, а вот здесь Инцегири промах! И колено в бринг. Да, периодически, конечно, совершают детские ошибки в этом матче, что одна команда, что другая. Отличный лэгдроп с канатом! Тут как тут! Лео! Гардбастер! И... Вот это, смотрите, какой высоченный фрок сплэш! Ну, точнее, просто сплэш! Рок сплэш был бы, если бы лежал Салливан на ринге. Да, начал я говорить, что радует, что рестлеры, независимые федерации рестлеров, очень много тренируются, постоянно совершенствуют свой рестлинг скилл. Да, и был так! И бэкбрэкер... О, извините, да. Это не бэкбрэкер. Провел сейчас не к чуе. А вот, да, сейчас он такой слепой и так взял. Не заметил этого Ричард Теодор Мон. Он кричал, он в судье. Но он в судье-то все видел, поэтому тэг был в парне нормальный. Запуск! Обратный переброс через канаты, но... Но вцепился! Вцепился Тим в этот канат! Что не дало ему упасть, а может быть и зря, потому что сейчас Чуя проводит ему ЧОП! И еще один сибирский ЧОП! На этом, дорогие друзья, был бэкстэбер. Один из любимых приемов Никачуя. Разбег! Кричевой блок! И дробки! Ох, посмотрите, да, у Пайнецци головой на ноги он приземлился сейчас. Тим... Когда падал на ринг, но тем не менее силы у него еще остались, поэтому бой продолжается. Напоминаю, что это отборочный бой в рамках командного турнира. Салливан еще и против Надежды Америки. Ох, как Салливан сейчас срубил Лео. Извините, Тима. Никак их запомнить не могу. И... Брейнбастер! Брейнбастер! Раз, два... Что? Было три или не было? Митчер Теодор Молн! Ой-ой-ой-ой-ой! Стаскивает судью! Тот не успевает досчитать! И... Лео! Бейсбольный битый бьет! Ой-ой-ой-ой-ой! Это победа, ребята! И это победа! Вот так вот! Нечестно! С остатки в нем судьи, с ударом бейсбольный битой! Команда Надежды Америки побеждает в этом матче и проходит дальше в командном турнире. Здесь, дорогие друзья, комментарии излишни, вы все видели. Да! Не зря! Не зря теперь у Надежды Америки есть вот этот вот гениальный менеджер! Вот этот вот хитрющий Ричард Теодор Молн! Все было сделано четко, быстро! И судья ничего с этим не мог сделать, он так же пострадал! Ну что ж, Надежда Америки на шаг становится ближе к командным чемпионским поясам. Ну а наша новоиспеченная команда Чуи и Салливан прекращают свое участие в командном турнире. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот закончился этот матч!